30 апреля. Хуан Гуайдо, в январе объявивший себя президентом Венесуэлы и признанной в этом качестве уже полусотни стран, делает еще одну попытку взять реальную власть в свои руки. Объявляет, что часть армии уже перешла на его сторону и призывает единомышленников к массовому протесту. Сперва силовики отвечали на камни с лизоточивым газом, но потом в дело пошли бронированные автомобили. Вы можете видеть, как военные, поддерживающие Мадуро, буквально давят протестующих. Для западного зрителя эти кадры – прямая параллель с площадью Тяньаньмэнь, где 30 лет назад китайские танки давили протестующих. Растиражированный кадр однозначно читается как репрессивная государственная машина давит собственных граждан. Он сказал, армия с нами, однако эти кадры… На этих кадрах международный CNN исчез с венесуэльских экранов. Заблокировали и новостной BBC, и сайты обоих каналов. Прямо на моих глазах эфир BBC прервался как раз в тот момент, когда там показывали события в моем родном Каракасе, которых на местном телевидении не покажут. Интернет – один из немногих источников альтернативной информации для венесуэльцев. Местное телевидение давно обслуживает режим Николаса Мадуро. В стране нет ни независимого радио, ни прессы. Президент Мадуро говорит, что заговорщики хотели устроить резню. Один погибший – 69 раненых. Последствия военного бунта. Пока международные новостные агентства рассказывают о подавленном силой восстании, венесуэльские СМИ радуются. Мятежники потерпели неудачу. На улицах все спокойно. Точно так же трактуют происходящее и российские СМИ. На федеральных каналах Хуан Гуайдо – ставленник Вашингтона, самозванец и неудачник. А бронемашины в толпе – то ли провокация мятежников, то ли случайность. Реакция мировых СМИ на происходящее в Венесуэле соответствует отношению этих стран к правительству Мадуро. Россия, Иран и Китай осуждают попытку переворота, а Соединенные Штаты и Великобритания – попытки Мадуро удержаться при власти. Сами венесуэльцы, находясь в информационной изоляции, этих споров не слышат.